Если мы сейчас допрыгаемся до новой смуты, то страшнее ее не будет в истории России. Это почти точно. Происходило трагическое недоразумение. Вестника гибели встречали с цветами и плясками. Принимая его за избавителя. Все дифирамбы, которые возглашались в то время в честь свободы и демократии, были нестерпимой ложью. Настоящий лик русской революции, тайно назревавшей с самого первого дня ее, обнаружился только в октябре, когда с него спала последняя шелуха идеологии. Правда была неожиданная, зловещая, но это была правда. Максимилиан Волошин. Что привиделось? Что пригрезилось тем, кто при первом известии о приближении, так сказать, войск Пригожина, кинулись бежать из страны? Они увидели в нем Емельяна Пугачева или Разина, который двигался на Москву. Что случилось? Почему, не поняв даже, что произошло, люди кинулись бежать? Бежать от своих! Причем, заметьте, они бежали не вглубь страны, за Урал, в Сибирь, нет, они бежали за границу. Вот уехав из русской тьмы, вы можете увидеть очень правильных политиков. Это трансгендерный адмирал США Рэйчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон. На приеме в честь дня взятия Бастилии. Мне интересно, люди, которые когда-то брали Бастилию, они могли себе представить, что через много лет их чувствовать будут вот такие персонажи? Вот просто я тоже часто приводил примеры, и сейчас еще раз приведу, тысяча первый раз. В семнадцатом году, когда произошла революция, 70% населения жило в деревне. То есть были, могли прокормить хотя бы сами себя. А сейчас сколько живет в деревне? Пять? Десять? Ну, десять, да. Всегда об этом говорили, да. Девяносто процентов населения живет в городах. Две недели нарушения логистики, и здесь будет такой голод, которого не было у нас никогда в стране. Просто. Десять, две недели нарушения транспортной связанности. Даже раньше начнется, потому что погромы и все остальное начнется раньше. Сколько у нас миллионов инородных элементов завезли? Миллионов пятнадцать к нам завезли азиатов. Я не говорю, что все азиаты плохие люди. Отнюдь. Я не говорю, что все они исламисты, и что они здесь совершенно не нужны. Но бесконтрольный завоз огромного количества людей, которые не нужны даже в значительной степени. Даже для того труда, на который они завезены, они не нужны. Значительная их часть. Это размывание фактически этнической основы России. Это огромная и страшная угроза, особенно во время смуты. Когда люди, абсолютно не воспринимающие данную среду и данный народ в качестве своего, вдруг окажутся без куска хлеба. Что они начнут делать? А как мы можем еще объяснить вот такую простую и, на мой взгляд, очень страшную вещь? Вот что пишет некто Лео Барка. Менее года тому назад 12-летняя Лола Девьет была изнасилована, убита и засунута в чемодан эмигранткой из Алжира. Но из-за этого во Франции не было бунтов и массовых протестов в городах. Негодование не выразили политики, никто ее не упомянул. То есть убийство маленькой девочки, француженки, белокожей, не вызвало никакой реакции. И стоило только быть убитому 17-летнему североафриканцу, который не подчинился полиции и оказал сопротивление, что началось в стране, во всей стране, ограбление магазинов, разбитые витрины, перевернутые сожженные машины, раненые полицейские. Но это же вызывает вопрос, почему жизнь маленькой француженки ничего не значит и не стоит по сравнению с жизнью оказавшего сопротивление молодого человека. Тем более, что у них здесь есть сейчас все для этого. У них есть и свои закрытые спортивные клубы, где уже подготовлены, будем прямо говорить, банды боевиков, вооруженные. У них есть свои авторитеты, у них есть свои диаспоры. Они уже полностью готовы делать то же самое, на самом деле, что сейчас делают иммигранты в Париже. Никому не приходит в голову посмотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что вы трусость свою и беспомощность называете толерантностью и мультикультурализмом. Вот к чему это приводит. Смотрите. Субтитры делал DimaTorzok Давайте помогать детям. Помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям. Детям Донбасса. Которые нуждаются в больницах, в лекарствах, в холодильниках, в генераторах и во многом другом. Вы можете это привести к нам на склад, нам в офис. Вы можете перечислить деньги. Сегодня важно не пройти мимо наших детей. Это наши дети. Достаточно того, что мы очень много их убиваем. Не понимая, что это огромный грех. Давайте хотя бы помогать детям, которые нуждаются в помощи. Сегодня. Не завтра, а сегодня. Спасибо.